По доброй традиции в конце мая в городском округе Щелково отмечается праздник детства. Его вновь открыла благотворительная ярмарка муниципальных образовательных учреждений «Подари жизнь» на площадке универсального спорткомплекса Подмосковья. Уже пятый год подряд проходит благотворительная ярмарка «Подари жизнь», в рамках которой мы открываем свои сердца и дарим свое тепло тем детям, которым в этом нуждаются. И очень здорово, что принимают участие в этом благом мероприятии учащиеся образовательных учреждений, школ, воспитанники детских садов, словом, все те, от кого зависит будущее нашего городского округа, а в целом и страны. Детство – это территория добра, где нет места равнодушию, черствости. И сегодняшнее мероприятие подтверждает это. От изделий декоративно-прикладного искусства до выпечки все это представлено на благотворительной ярмарке, которую подготовили ученики, родители и преподаватели образовательных учреждений нашего городского округа. И даже самые маленькие, дошколята, воспитанники Щелковских детских садов вместе со своими родителями внесли свой вклад. Все, чтобы помочь тому, кому в трудную минуту это так необходимо. На этот раз вырученные средства будут переданы на лечение нашего маленького земляка Алексея Керина. Ребенок страдает тугоухостью четвертой степени и нуждается в помощи. Поскольку мы сотрудничаем с фондом «Рождественская звезда», мы договорились с Алексеем Фурайем, его руководителем, о том, чтобы они нам предлагали деток, которые нуждаются в лечении. И чтобы мы, отрасльное образование, этим деткам собирали средства за счет проведения от имени каждого учреждения благотворительной ярмарки. Я считаю, что ярмарка – это очень хорошая идея. В нашем мире очень много жестокости, а так мы можем хоть как-то проявить свои настоящие чувства и эмоции. Безвозмездная помощь – это альтруист в первую очередь. И для меня эта ярмарка также очень важна, как и для моей сестры. Ну а продолжился праздник уже в Манеже. Здесь прошли спортивные эстафеты среди команд детских садов. В начале разминка, а уже потом участники спортивного праздника, команды воспитанников детских садов, их родители и инструкторов по физической культуре переходят к соревнованиям. Всего же было представлено 17 эстафет. Стоит отметить, ранее в актовом зале школы номер 4 имени Клюймука состоялся праздник. Праздник интеллектуала 21 века. Прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. И вновь наши ребята показали высокие результаты. Участниками регионального этапа стали 105 девушек и юношей по 20 образовательным предметам. Победителями же стали 5 человек, став лучшими в таких предметах, как география, экономика, история. Ну а 6 ребят стали призерами регионального этапа, показав высокие результаты по различным предметам. Анна Балиет, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Валерий Жгле, телерадиокомпания Щелково.